Нарколепсия Несколькими синдромами Это в первую очередь непроизвольные Такие абсолютно Доминирующие над волей И возможностями человека Эпизоды дневного засыпания То есть человек моментально просто отключается И засыпает, как правило Слава Богу в сидячем положении это чаще происходит Но человек отключается Просто как повернули выключатель Он заснул и потом проснулся Разбудить, растолкать его Крайне сложно То есть период эпизода дневного засыпания Как правило это сочетается с нарушением Ночного сна Также могут наблюдаться гипногогические Гипнопомбические галлюцинации То есть галлюцинации в момент засыпания, пробуждения Когда человек слышит какие-то Ну как правило это слуховые галлюцинации Человек слышит чьи-то голоса, как правило Конкретных людей Про галлюцинации мы достаточно много говорили Опять-таки ищем на канале Также при этом Могут наблюдаться И другие синдромы А именно приступы каталепсии То есть при ясном сознании Человек теряет мышечный тонус Он не может двигаться Он застывает в какой-то определенной позе Либо вообще теряет мышечный тонус Просто как тряпка становится И каталепсия пробуждения То есть когда человек просыпается Но при этом не может пошевелиться Не может двинуться Опять-таки отсутствие мышечного тонуса при пробуждении Но основным синдромом является Именно вот эти вот эпизоды Дневного непроизвольного засыпания Какого-то эффективного лечения Нарколепсии на сегодняшний день Не существует Есть разные подходы Которые говорят о возможности Использования стимуляторов Различных психостимуляторов При лечении этого состояния Но здесь мы упираемся в то Что в Российской Федерации Легальных психостимуляторов Просто сейчас нету То есть последние вот Синдокар Уже ну почти 10 лет Как его сняли с производства В 2008 году Вот Поэтому лечение крайне затруднено Используются конечно Стимулирующие инотропные препараты Тот же самый перцетанфенатропил И тому подобное Но это конечно препараты Не совсем достаточно Другое направление лечения Это подавление активной фазы сна Здесь мы Здесь предлагается Использовать антидепрессанты Трициклические антидепрессанты Могут быть использованы Отдельные селективные препараты Группы селективных ингибиторов Обратного захвата серотонина Потенциально Потенциально Может быть использованы Препараты снотворные Которые позволяют нормализовать Ночной сон Опять-таки с подавлением Фазы активного сна Но здесь есть некоторая сложность То есть допустим Если в Штатах Могут использовать И средства Ну не чуть ли А именно для наркоза Тот же самый Синтепрессант натрия То в России Опять-таки Это недопоступно Ну максимум Что можно пытаться использовать Это Это наиболее сильно влияющие На активную фазу сна И вообще Нарушающие Практически Фазу сна Препараты Это препараты Содержащие Группу барбитуратов Вот Это может быть И фенобарбитал Отчасти Это может быть И ролодон Тоже с барбитуратом Но тут другой момент Дело в том Что барбитураты Это весьма токсичные Соединения Для головного мозга И поэтому Длительных использований Опять-таки Силы возникания Привыкания И зависимости Тоже невозможно Вот Поэтому при лечении Нарколепсии Соответственно Приходится балансировать Между вот этими Вот Тремя препаратами Тремя группами препаратов Препараты Стимулирующие действия Для дневного времени Препараты Изменяющие Активную фазу сна Или подавляющие Активную фазу сна Для ночного периода Соответственно Стимуляторы В нашем случае Активирующие Активирующие натропы И Помимо активирующих Натропов Для утреннего Дневного периода Могут быть Использованы Снатворные препараты Либо Различные Антидепрессанты Но надо сказать Что вот все это Крайне индивидуально То есть сказать Что вот эти вот Препараты Прямо лечат Нарколепсию Нельзя Они помогают В некоторой степени Стабилизировать ситуацию Но к сожалению Ее не лечат Природа этого Состояния До конца Они излучены И на сегодняшний день В общем и целом Достаточно эффективного Стабильно эффективного Лечения К сожалению Мы не имеем Дополнительную информацию Вы можете найти На нашем сайте Меднаука.нет И нашем канале На портале YouTube.com Спасибо за внимание Всего вам хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok